МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каких экзотических животных содержат сейчас в своих квартирах сибиряки? С точки зрения ветеринарии к экзотическим животным относятся все животные, кроме кошек и собак. То есть это грызуны, хорьки, ежи, приматы, птицы. В нашем городе содержится большое количество черепах, сухопутных, водоплавающих, красноухих, болотных, триониксов. Содержат хорьков, ежей, приматов, единичный случай, экзотических птиц, ара, жако, если говорить о попугаях. Сейчас еще модно содержать сов. По вашим наблюдениям, всегда ли для таких видов созданы подходящие условия для их содержания? И много ли животных погибают? К сожалению, для экзотических животных нужно создавать условия, которые будут максимально приближены к их естественным условиям. И, конечно, это удается не каждому человеку. Поэтому животные зачастую содержатся не в подобающих условиях и, соответственно, от этого погибают. Либо нарушается световой день, либо температурный режим, что приводит к заболеванию, сокращению жизни животных и, как следствие, к гибели. Вот из вашей практики какие самые вопиющие случаи подобного ненадлежащего содержания животных были? Ну, это сухопутные среднеазиатские черепахи, которых люди заводят, содержат их на полу зачастую, заводят их для детей, не знают о том, что необходим террариум, лампы. Эти животные очень длительно умирают от почечной недостаточности, когда развивается остеоренальный синдром, трескается панцирь. Животные, то есть развивается геморрагический синдром дополнительно, когда у животного кровоизлияние под пластроном, под карапаксом. И они очень долго, длительно умирают от почечной недостаточности, от интоксикации организма. И зачастую владельцев очень трудно убедить в том, что у них черепаха умирает из-за неправильного содержания. Потому что они считают, что она 10 лет прожила, и вот только сейчас заболела. На самом деле это заболевание развивалось длительно, то есть может и 10 лет развиваться. Но вот с какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы экзотов, если говорить не только об условиях содержания? Да, я не знаю, это может быть рацион тяжело подобрать для питомца, что-то еще? Ну, да, естественно, потому что, например, если говорить о ежиках, ежики, например, являются насекомоядными, в первую очередь животными. У нас комаров навал, по-моему, ему всякие. Дело не в комарах, они едят тараканов взрослой формы, и тогда владельцам животных, им необходимо разводить их самостоятельно дома. Тоже не проблема, я думаю, для многих. Да, то есть покупать колонии, разводить то же самое, если говорить о рептилиях, о хищниках, когда тоже кормовые объекты для них разводят. То есть это нужно делать в домашних условиях дополнительно, чтобы правильно содержать это животное и кормить его. Ну вот можно ли как-то повлиять на владельцев животных, которые содержат их в непригодных условиях? Законодательно это как-то регулируется? Или, может быть, вот согласно этому новому законопроекту что-то получится изменить? Понимаете, очень сложно доказать умысел содержания этих животных. То есть, видите, есть люди, которые заводят, но потом понимают, что животное болеет, они обращаются к ветеринарному врачу, они создают нормальные условия содержания. Я думаю, что здесь несправедливо как-то их наказывать. Если человек идет на контакт, да, то есть он объясняет, что вы плохо содержите животное, и он понимает, что да, действительно, моё животное болеет, если уж плохо его содержу, тогда да, на человека можно повлиять, он создает оптимальные условия содержания. Но есть люди, которые вот напрочь никак их невозможно убедить, они продолжают также содержать животное, которое в итоге погибает. Я думаю, что здесь всё гораздо глобальнее. И здесь ответственность должна быть на уровне продавцов, которые их продают. Потому что зачастую продавцы зоомагазинов – это не профессионалы своего дела, а просто люди с улицы, которые ничего не знают о содержании животных, и продают людям, не давая никаких адекватных рекомендаций. Это предприниматель, их главная задача – получить прибыль, деньги. То же самое касается заводчиков. Есть заводчики добросовестные, которые разводят этих животных, занимаются действительно качественно, ведут свою селекционную деятельность, а есть люди, которые просто зарабатывают деньги на этом. И, соответственно, тоже животные живут в неподобающих условиях, и здесь лишь бы продать. А если я продаю человеку ёжика и говорю, что он спит весь день и просыпается только ночью, то, конечно, человек его просто не купит. Он будет его будить, чтобы с ним общаться, и, соответственно, для ёжика это очень серьёзно. С точки зрения регулирования рынка опасных животных экзотических, которых приобретают сибиряки, может быть, это какие-то пауки, тарантулы, ещё кто-то. Здесь тоже, наверное, какая-то работа должна вестись. Обязательно должна вестись работа, потому что большинство животных, если говорить о черепахах, например, это контрабанда. То есть она завозится нелегально. То же самое относится к попугаям, например, Жако, которых отлавливают с природы, которых везут без единой справки, без каких-либо исследований дополнительных. Они являются не только, скажем, угрозой своей жизни, вот эта транспортировка животных, то есть угрозой их жизни, а ещё и угрозой для людей, потому что эти животные могут являться переносчиками опасных заболеваний для человека, для животных общих. Тоша, Полина, спасибо большое, что нашли время для этого разговора. Ну а телезрителям напомню, что об условиях содержания опасных животных, домашних животных, мы сегодня говорили с ветеринаром Полиной Смысловой. Продолжение следует...